Друзья, сегодня у нас 20 февраля 2020 года, 5.30 вечера. Едем на экологическую катастрофу в поселке Гирей. По сообщениям произошел разлив нефти. Что и как, еще ничего не знаем. Видим, что пожарный отряд стоит номер 27. Будем вести съемку, насколько это будет возможно. Добрый день. Добрый день. Скажите, что произошло? Утром вышли кормить собаку. В вольере у нас вот здесь собака находилась. И обнаружили, что доступ к собаке нефтью прегражден нам. Обратились в службу спасения. Приехали. Обращение было в 7 часов утра. Сейчас 17.30. Все как было, так и есть. Кроме того, что нам предоставили службу пожарной безопасности, больше никаких действий не произведено. Запах вы можете слышать и можете видеть, что творится вокруг. Вы делали заявление в 7 часов утра, да? Да. Хотя бы представьтесь, вы здесь же проживаете, да? Да. Непосредственно Стрункина Надежда Александровна. Надежда Александровна. Вот это вот, да, ваш участок, ваш сарай. Наш сарай. И вы здесь не можете даже к собаке подойти, да? Правильно? Да. Собаку мы своими силами спасли. Проходили в резиновых сапогах. Потому что животное забилось в будку. В будке находиться нельзя было. Не мучить же животное. Ребята, можно вас на секундочку? Я представлюсь, не переживайте. Депутатский корпус, помощник депутата Никитина, Вахрамеев Владимирович. Ясно. Ну, объясните ситуацию. Вот я женщину послушал, что вы скажете? Ну, нас поставили, дежурить, если вдруг возгорание. А кто вы, представьтесь. Я же представился вам, вы не можете мне представиться. Я водитель пожарного автомобиля. Ну, а я тоже водитель автомобиля. А что ж вы стесняетесь? Что я не стесняюсь? Ну, а как? Ну, если нечего стесняться, представьтесь, пожалуйста. Я не хочу сегодня разговаривать. Не хотите, да? Что? Стыдно или что? Мне нечего стыдиться. Я нахожусь на своей работе. На своей работе, да? А правда, да, в 7 утра поступил звонок? Ну, поступил диспетчеру. Да. В 7 утра, да? Ну, ориентировочно, я не знаю. Я заступил в 8 на смену. Ну, сейчас уже полшестого вечера. Ну, нас поставили сюда. Понятно. Ясненько. Спасибо вам, хоть за такую информацию. Ничего ж я номерок ваш сниму, хорошо? Спасибо. Да, да. Вот такие вот дела у людей происходят. Ну, вы хоть будете претендовать на залежи нефти? Хоть вам будут там какие-нибудь дивиденды выплачивать? Нет за это? Какие дивиденды? Мне сказали, тут даже нету хозяина. Я даже никому претензий не могу предъявить. То есть, нефть бесхозная. Можно кому угодно брать, правильно? Я без понятия, чья она. То, что она не моя, это факт. Поскольку я вызвала всех, кого можно, чтобы вот это безобразие устранили. И забрали то, что мне не принадлежит. Так. А кто хозяин всего этого богатства? Без понятия. Но вот это все находится вот у меня теперь. Прошу забрать, не забирают. Пообещали забрать завтра. Угу. Если не прибавится еще, да? Ну, я не знаю, как, прибавится, не прибавится. Или сама не уйдет, да? Ну, в принципе, впитаться может. Вот сейчас приехали службы экологии. Сейчас отберут пробы. Угу. Отлично, экологи приехали. Не прошло и 10 часов. Приехали экологи. Это нефть. Вот у нас такое вот количество нефти. Ребята. К сараем люди подойти не могут. Что случилось? Да не надо мне палочку. Зачем мне это нужно? Ты издеваешься над мной или что? Зачем ты мне это предлагаешь? Да, наглядно. Вот. Пожарник хотел мне предоставить услуги в виде палочки, чтобы я померил глубину нефти. Ну, я благополучно отказался. Ну, она и вот из этого вот подсобного хозяйства текла. Да. Вот соседка напротив живет нас. И, пожалуйста, как вот с этим совсем нам в окружении вот этого всего жить? Даже вот запах. Мы вот все здесь находимся. Мы тут даже какие пробы брать, когда это явно видно, что это? И слышно. Ну да, рыбу тут не половишь. Вот. Такие вот дела. Это все, ребята, не вода. Это нефть.